МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протестные акции что вывело на улицы медиков и фермеров? Энергоресурсы отныне будем экономить. Кабинет министров сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором решили ввести чрезвычайное положение в энергетике. Все из-за блокады поставок угля с Донбассом. Грозят ли Украине веерные отключения электричества? В каких областей они коснутся? И по какому графику будут жить регионы? Все подробности у Анны Каменевой. Введение чрезвычайного положения в энергетике этому всецело и полностью посвящено экстренное заседание Кабмина. Из-за блокады поставок антрацита в зоне АТО, которая продолжается уже третью неделю, запасов угля на теплоэлектростанциях не хватает. Поэтому без экономии и веерных отключений не обойтись. Премьер называет блокаду преступлением против украинцев. Блокада сьогодні – это злочин. Само в частині вугилья. Все інше я не берусь судить. Так вот, блокада, и я говорю зараз только про все те, что должно быть использовано в металургийном комплексе для производства, спричинить зупинку металургийных підприємств країни. Інакше, як підрив економіки, це назвати неможливо. І можливо комусь хочеться, щоб зростання економіки було зупинено. А мені такий сценарій не підходить. По данным министра, в такому режимі уже через 9 днів становиться Авдейський Коксахим – завод, который обеспечивав теплом і електричеством Авдеівку во время массированной атаки боєвиків на город. Ещё через неделю могут остановиться все заводы Мариуполя, а дальше по цепочке и другие города. Поэтому премьер призывает пикетчиков снять угольную блокаду і уже обратился в СНБО с просьбою рассмотреть её влияние і принять необходимые меры, в тому числе задействовать соответствующие правоохранительные службы. А пока правительство вводит в енергетики чрезвычайное положение. Это значит управление в ручном режиме, экономія запасов андроцита, максимальное использование атомной енергетики і возможные веєнные отключення света і в домах, і на підприятиях. Складена першочерговость отключения тех предприятий, которые не несут там особливую важность. И отключение тех объектов, которые связаны с экологией, тех объектов, которые связаны с медициной, дошкільных, закладов, шкіл, это вообще не предбачено. То есть они будут оставаться и працювать в штатном режиме. В отключения будут происходить только в крайних случаях. И то мы заздалегідь будем про это информировать. Сейчас так вопрос не стоит. Заседание штабу про чрезвычайные ситуации уже провели самые крупные промышленные области. Киевская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская. Это не относится только промышленных регионов. Это относится всех областей, которые сегодня споживают электроэнергию. Поэтому завтра будет дано соответствующие рекомендации, каким образом, так сказать, передаваться режимы и каким образом обеспечить уменьшение споживания именно в пиковые годы новонтажа. На заседании правительства говорили и о цене угля. Министр энергетики еще раз подтвердил, в Украине не действует Роттердам+. Это было бы вдвое дороже. Мы за индикатор взяли цену польского вугиля. И вот цена польского вугиля, мы користовались тем, что, по-перше, это та самая газовая группа, что нет транспортной складовой, потому что там так же есть дотация державы, как у нас. Она и вывела эту цену 1730 гривен. Однако, если мы начнем импортировать уголь, а такие переговоры в связи с блокадой поставок отрацита ведутся и с ЮАР, и с Австралией, то цена может взлететь. Соответственно, для населения электроэнергия снова может подорожать по предварительным подсчетам на 20-25%. Что касается заявлений о подорожании газа для населения на 40%, министр энергетики заверил, этого не случится. И такую возможность даже не рассматривают. Анна Каменева, Максим Чеблин, подробности, телеканал Интер. Повышения тарифов на газ и отопление в ближайшее время не будет. Премьер-министр Гройсман заявил, цитирую, «Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для населения, а те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, либо писать заявление на увольнение». Напомню, накануне коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко допустил, что расценки на голубое топливо для украинцев могут увеличиться на те же 40%, якобы с 1 апреля 2017-го, из-за того, что изменится формула, по которой рассчитывают тарифы на газ. Локальный энергетический коллапс грозит Сумом. Большая часть города уже через неделю может остаться без электричества. По словам директора Сумской теплоэлектроцентрали, станция работает на газу и антрацитовом угле, который добывают на Донбассе. Но из-за транспортной блокады поставки антрацита прекратились, а от этого зависит, получит ли электричество более чем тысячи жилых домов, 40 медучреждений и полсотни школ. Перейти исключительно на голубое топливо ТЭЦ не может, хотя руководство области успокаивает. Ситуация под контролем и оснований для перебоев с электричеством нет. На сегодняшний день на складе Сумского ТЭЦ находится 4200 тонн угля. Это антрацитовый штыб, которого достаточно для бесперебойной работы станции на 8 суток. В случае, если не будет поставок следующих угля, станция будет вынуждена перейти в рециркуляционный режим. Сумский ТЭЦ не сможет выдерживать санитарные нормы по температуре в домах сумчан. У них вугилья выстачает до конца опаливного периода, то есть это 15 квитня. Все три ТЭЦ работают и на газу в том числе, то есть лимиты, которые доведены на газопостачание, есть гарантованное постачание газу, поэтому непередаченных ситуаций у нас в области быть на данный момент не может. А в Ринненском учебно-реабилитационном центре, о котором мы рассказывали накануне, проблему отопления решили моментально. Там жестко экономили на отоплении, да так, что температура в кабинетах и спальнях не поднималась выше 13 градусов, при норме минимум 18. Сегодня в полиции открыли уголовное производство по факту служебной халатности. За сутки произошли фантастические изменения Инна Белецкая продолжит. В Ясениничах комиссия, полиция, прокуратура, лаборатория, бывшая санстанция и служба по делам детей измеряют температуру в помещениях. 28,49. 49% влажности и 21 градус тепла против вчерашних 13. А вам сейчас тепло? Тепло. После того, как в учебно-реабилитационном центре побывала пресса, здесь стали топить круглосуточно. без директорских графиков. Тепло даже в коридорах. Директор оправдывается, мол, его решение отапливать помещение по часам было ошибочным. Если в управлении освіти вам так скажут, значит, это правда. Я просто думал, что будут проблемы, и так поступил необычно. И поэтому я, как говорится, был неправый. Теперь я топить буду так, как положено в нашем законе. Тем не менее, местные полиции уже открыли уголовное производство по факту служебной халатности. В ходе следствия до проверок будут заключены соответствующие службы, которые сделают выяснение о том, что допускались к руководству данного центра порушения. Если это будет установлено, они будут притягивать к доктринальной ответственности. Примечательно, что накануне, когда температура в группах не поднималась выше 13 градусов, только кабинет директора обогревала большая электробатарея. Вот она на нашем видео. Сегодня на этой стене остался только гвоздь. Батарею директор снял. А вот снимут ли кого-то с должности, зависит от результата расследования. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Ветераны МВД пришли сегодня пикетировать пенсионный фонд Украины. Уже больше года бывшие милиционеры пытаются отстоять свои права и добиться повышения соцвыплат. Но и Министерство внутренних дел и пенсионном фонде делают все, чтобы ветераны погрязли в бюрократической трясине. Сегодня бывшим силовикам, не без помощи представителя профсоюза в Верховной Раде, удалось наконец добиться встречи с первым замом главы фонда. Мы от имени майже третины миллиона громадян пенсионного фонду вместе с пенсионным фондом обратимся к министра внутренних дел Авакова с жесткой требованием в ближайший час, протягом недели, враховывая ситуацию, резонанс, ответить пенсионному фонду на те вопросы, которые пенсионный фонд поставил конкретно министру и министерству. Акции протеста сегодня прокатились практически по всей стране. Представители малого бизнеса, предприниматели и фермеры выступили против нововведения в налоговом и трудовом законодательстве. Что их не устраивает, знают наши корреспонденты. Так с самого утра предприниматели и фермеры Черкасской области встречали работников обл. администрации. Люди протестуют против неподъемных налогов. Ольга Ракова предоставляет бухгалтерские услуги бизнесменам. Говорит, многие отказываются вести бухгалтерию мелких предпринимателей из-за штрафов и условий оформления наемных работников. Кроме того, с нового года единый социальный взнос для мелкого бизнеса вырос почти в два раза, до 700 гривен. Из-за этого прекратили свою деятельность более 200 тысяч предпринимателей. Не легче и сельхозпроизводителям. С 1 января государство обязало их платить 20% НДС. Это страшное дело. Это очень большая сумма. Промысловость так загублена была. А сейчас хотят загубить сельское хозяйство. Из-за этого Украина может потерять весь малый бизнес, уверен нардеп Сергей Каплин. В условиях драконовского налогообложения и тотальных проверок предприниматели не выживут. Есть возможность у государства послабить паски для предпринимателей. Все партии без вынятки обещали податковые каникулы для малого бизнеса. Если нам такие каникулы не дают, то мы за них будем бороться. Подобные акции сегодня прошли во многих городах. В Ивано-Франковске доведенные до отчаяния предпринимателей и вовсе потребовали отставки Кабмина. А в Полтаве участники акции принесли к зданию горосполкома траурные венки в знак похорон малого бизнеса. Они требовали от местной власти снизить налоги, которые находятся в ведении горсовета. В Черкасах к митингующим власти уже прислушались. По крайней мере, зам губернатора пообещал всяческое содействие. Но прислушаются ли к таким рекомендациям на местах? Областная власть влияние на райсоветы и горсоветы не имеет. Предприниматели же предупреждают, если налоговое бремя не ослабят, готовы к более радикальным мерам. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Что лучше, бригада скорой помощи или парамедики? В Запорожье на массовую акцию протеста вышли работники службы скорой помощи. Они требуют, чтобы в Минздраве отказались от идеи заменить врачей парамедиками, то есть людьми без высшего профильного образования. Почему из Кулапы считают идеи Ульяны Супрун опасными для здоровья? Узнавали наши корреспонденты. Такой массовой акции протеста медицинских работников в регионе еще не видели. Высказать свой несогласие с медицинской реформой в Запорожье съехались со всех районов области. Требования одни – не ломать существующую систему работы экстренной медицинской помощи, не сокращать сотрудников, а главное – не менять фельдшеров на парамедиков. Ведь у последних ниже квалификация. Их обучают всего два года. Пара, префикс пара – это Биля, навколо, где-то там, Биля. Не медицина. Парамедицина – это не медицина. Парамедики не могут поставить диагноз на госпитальном этапе. Они всех, их задача, всех свести в больницу. Вот можете себе представить, город Запорожье будут принимать только две больницы. Девятая и пятая. Они не думают о том, что нельзя размещать. За сутки у нас 600 вызовут. Где мы будем размещать? Половина людей, там же будут мир и ноль. Екатерина Лаврова работает в скорой помощи в 8 лет. В ее рабочем чемодане почти 70 наименований медпрепаратов, а после реформы останется всего 4. Фельдшер недоумевает, какую помощь сможет оказать парамедик один, да еще с пустыми руками. Некоторых больных очень сложно довозить, потому что если вы им не окажете помощь, то вы не можете гарантировать того, что вы их довезете нормально в стационар. Говоря о нетмедицинской реформе, более полутысячи человек прошлись по центральному проспекту Запорожья. Говорят, хотели привлечь внимание не только чиновников, но и общественности. Ведь нововведения в первую очередь ударят по пациентам. В селе взагалі люди залишатся без допомоги. Їм тільки прийдеться до шаманів звертатися. Їм нема куди піти сільським нашим жителям. Абсолютно нема. Запорожькі медики говорят, что если в министерстві к ним не прислушаются, будут требовать отставки главы Минздрава. Супрун, Чемодан, вокзал Америка! Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробності, телеканал Интер, Запорожье. Еще один чиновник погорел на крупной взятке. В Києві задержали главного інспектора охраны труда. А потом сообщили в столичной прокуратуре. Обвиняємий требував у частного предпринимателя 112 тисяч гривень. Взамен чиновник обещал выдать документы с разрешением на работу восьми газовых автозаправок. Подозреваемого задержали сразу после получения наличних. В Черновцах активисты подозревают медиков в растрате бюджетных средств. Речь идет о закупках медтехники по завышенным ценам. Почему госклиника приобрела оборудование в обход системы электронных закупок Прозора и без проведения торгов? Выясняла Ольга Паламарюк. В Черновцах активисты объявили необычный конкурс. Призвали горожан поучаствовать в выявлении хищений в госучреждениях. Первой на такую инициативу откликнулась Наталья Гусак. Она финансист и давно изучает медицинскую бухгалтерию. В поле ее зрения попал областной диагностический центр. В прошлом году там закупили медоборудование и препаратов более чем на миллион гривен. Все у одного поставщика в обход электронной системы закупок Прозора, утверждает Наталья. С миллиона трехсот тысяч, которые, например, на предприятие Бавюк было придвано обладнание, фактически ни одна операция не имела конкуренции. Ни договора на ЕДАТе нет, ни договора на Прозоро нет. Я не вижу, сколько обладнания и по какой цене это обладнание придвано. Среди закупленных товаров шприцы, микроскопы, медицинская мебель. Но есть и дорогостоящие оборудования. Например, вот этот видеокальпоскоп. Согласно официальным данным, его приобрели почти за 200 тысяч гривен. Но в интернете можно с легкостью найти более дешевые предложения. Всего за 72 тысячи. Медики оправдывается, купили у проверенного поставщика. Но за оборудование все равно переплатили как минимум вдвое, утверждает активистка. Вот только доказать это непросто. Договоры центр заключал еще до старта системы Прозоро. Поэтому сделки проходили без объявления торгов. В диагностическом центре все обвинения отрицают. Мы решили выяснить детали сделки у самого поставщика. Но по адресу регистрации его не обнаружили. В областном департаменте здравоохранения обещают разобраться. Активисты призывают всех неравнодушных принять участие в общественном контроле. А материалы в отношении диагностического центра собираются передать местную прокуратуру и полицию. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. 46 тысяч уголовных дел, сокращение штата и неудовлетворительная работа, которая приносит результат. Так Юрий Луценко прокомментировал итоги первого года работы на посту генпрокурора. По его мнению, в ГПУ происходят изменения, которые должны очистить систему и вернуть прокурорам доверие граждан. Подробности далее в сюжете. 43 тысячи уголовных дел, из них 5 с половиной, направлены в суд. По словам генпрокурора, это лучший показатель за последние годы. Правда, рост составил всего 1%. С 11 до 12. Достичь таких результатов удалось, несмотря на сокращение штата. Мы отшкодовали 3 миллиарда 400 миллионов. Сюда можно добавить сгаданную сумму 500 миллионов живых денег, отшкодованные в ходе криминального следствия. Итого, 4 миллиарда живых денег. Что это означает? Почему такие ростырии? Это те деньги, которые раньше расседали в кишенях правоохранительства. Затронул генпрокурор и вопрос блокады Донбасса. По его мнению, остановка Коксахима, металлургических и энергетических компаний приведет украинскую экономику к критическому состоянию. Так как только эта отрасль промышленности приносит около 20% валютных поступлений в госказну. Однако, заявил Луценко, ГПУ уже проверяет использование формулы Роттердам-Плюс при закупке угля. К этому процессу планируют привлечь и антимонопольный комитет. Роттердам-Плюс предпочитает 5 с лишним тысяч гривен за тонну угля. На зараз их сплачивает за решением НКРЕ близко 1500 гривен за тонну угля. Тем не менее, у меня возникает вопрос. Вместе с тем, ГПУ проверит и импорт газа из Европы. В так называемой формуле Baumgartен-Плюс, по которой топливо подается из Австрии в Украину, нашли нарушения. У меня есть заявка о том, что газ, на самом деле, не отходит от территории Украины на Запад, дальше, чем 10 километров до Словацкой промышленности. Таким образом, вопрос, за что платится 40 евро доставки из Австрии до Украины. Такую проверку мы также, пока что, доследующую проверку, пояснение проведем. Обратится ГПУ и к Верховной Раде с просьбой снять неприкосновенность Супруненко, Константиновского и Шуфрича. Обвиняют нардепов в неуплате налогов. Луценко добавил, что это только три первых нардепа из 17, в отношении которых начались проверки. У каждого из этих трех депутатов, а сам Супруненко, Константиновского и Шуфрича, встановлена несплата податков на сумму, соответственно, 60, 50 и 40 миллионов гривен. У трех достойников есть два варианта. Сплатить, соответственно, 60, 50 и 40 миллионов. И справа, согласно закону, будут закрыты. Або отримать трех и тюрьмы. И тот, и тот вариант, я считаю, принятным. А вот расследование трагедии в Княжичах пока без изменений. Сейчас, по словам Луценко, делом занимаются специалисты Киевского исследовательского института экспертиз. Для проведения следственных мероприятий необходимо два месяца. Сейчас лишь подтверждается, что первый пострел был за проканом, про который я распорядал. Подтверждается подальше перестрелка, подтверждается выкраденное спиртное. Ну, все, что я говорю, подтвердилось. Ранее Луценко сообщил, что следователи генпрокуратуры видят в действиях те, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к гибели полицейских. По словам генпрокурора, команда направить корт была неправильной. Александр Васильченко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Прокуратура обвинила адвокатов Януковича в затягивании дела. Сегодня Печорский райсуд Киева рассматривает обращение прокурора с требованием установить конкретные сроки ознакомления с материалами досудебного расследования по делу о госизмене. Напомню, в ведомстве планировали направить в суд обвинительный акт уже в феврале. Теперь переносят на март. За 15 дней защитники ознайомились только с 7 томами досудового расследования. Поэтому я считаю, что это затягивание времени с данной процедуры. Я буду наполягать один том на день. То есть их двое защитников, то есть два тома на день. Например, это будет 10 или 15 дней. После планирования данного сроку нам будет складен виновительный акт и направлено на его досуду для розыгрыша по суде. Александр Онищенко не предоставил следствию информацию о коррумпированности украинского президента. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по борьбе с коррупцией заявили директор НАБУ и руководитель САП. Много слов и никаких доказательств. Даже протокол не из чего оформить, заверили депутатов Артем Сытник и Назар Холодницкий. И пообещали, что детективы НАБУ будут изучать записи с голосами Онищенко. Напомню, нардепа подозревают в организации схемы похищения средств при добыче и продаже природного газа, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере 3 миллиардов гривен. После того, как Рада дала согласие на арест Онищенко, он выехал из Украины, заявив, что вину свою не признает и собирается судиться в Лондоне. Сейчас нардеп в национальном розыске. В конце прошлого года Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесям Довгим и Николаем Мартынинком. Онищенко очень много заявляет публично, но чтобы это, что он заявил, стало хворобой всех и многих других. Чтобы это стало джерелами доказов, нужно это покласти на протокол. Кроме того, не повним надо посмотреть, надо проверить конкретно информацию, кому, когда, где и за что он давал деньги, или он давал их, или он носил, он не отдал. Мы столько раз ему предложили, публично, не публично, дай показания, дай записи и мы начнем работать. Его мета фактически одна. Чтобы забыли, в том числе Сергей Ильиченко, про его основную справу, там, где 3 миллиарда гривен сбит. В Украине оппозиционеры подвергаются политическим репрессиям. Об этом говорится в заявлении оппозиционного блока. В связи с угрозами генпрокурора Юрия Луценко в адрес нардепа Вадима Новинского фракция обратилась к посольствам демократических стран и международным организациям. Политсила призывает их дать оценку факту политического давления. Напомню, парламентская ассамблея Совета Европы в своей январской резолюции отметила факт преследования оппозиции в Украине и потребовала от власти прекратить политические репрессии. Спикер парламента Андрей Порубей перекладывает ответственность на нац.агентство по противодействию коррупции в вопросе устранения Сергея Пашинского с должности главы комитета нацбезопасности. Такое мнение высказал на своей странице в фейсбук нардеп Сергей Лещенко. Несколько недель назад он направил спикеру обращение с требованием отстранить Пашинского от должности на время расследования по делу о стрельбе, поскольку тот может давить на следствие. Но глава парламента Андрей Порубей ответил, что поскольку НПК ему ничего не сообщило о конфликте интересов, значит, такого конфликта интересов нет в природе. В Херсоне сегодня на 70% подорожал проезд в общественном транспорте. Цена подскочила с 3 гривен до 5. Люди вышли на акцию протеста, но мэр все равно подписал распоряжение. Законно ли? Выяснял Кирилл Ющишин. В начале прошлой недели в Херсоне бастовали маршрутчики из-за того, что местные власти отказались повышать тариф. На маршруты выезжала лишь треть автобусов. О том, что мэрия таки пошла на попятную, стало известно на днях, а сегодня пассажиров обрадовали новыми расценками. Проезд подорожал с 3 до 5 гривен. Не понравилось решение мэра и депутатам горсовета. Они инициировали внеочередную сессию, чтобы отменить его. Говорят, тариф введен незаконно. За этот документ не голосовали на исполкоме. Заседание вообще не проводили. Сегодня вместе с коллегами из областного совета депутаты собрались на совещание. Вызвали и мэра, но он не пришел. Мэр подписывает совершенно другую бумагу, в которой есть разные перевозчики. Она отличается от тех, которые были на сайте. В которой есть дополнительные пункты, в которой не обсуждалось. Мэр Херсона Владимир Миколаенко назначил внеочередную сессию через неделю. То есть повышенный тариф будет действовать еще как минимум до следующей среды. Почему Херсон, который в рейкинге заработных плат занимает нижнюю позицию, по вопросу повышения стоимости занял наоборот верхнюю позицию, мне совершенно непонятно. Второй вопрос. Экономика. Сегодня тариф на перевозки в Херсоне подняли на 70%. Вместе с тем, с декабря по январь, ну не выросла у нас стоимость внутри калькуляции на 70%. Не удалось пообщаться с мэром и журналистом. Сегодня его не было на рабочем месте. А вот замы говорят, решение абсолютно законное. Дескать члены исполкома проголосовали в так называемом рабочем порядке. Когда документ буквально перевозят от чиновника к чиновнику и они его подписывают. Принято было решение, чтобы в Херсоне не было транспортного коллапса. То есть, чтобы люди добрались до своих рабочих мест, до милок. Сегодня после обеда херсовские активисты собрались на оживленном перекрестке. Дорогу перекрывать не стали, но потребовали отставки мэра. На сегодняшний день он полностью отошел от власти. Не контролирует ее в городе. Никаких действий нет. Мы будем инициировать снятие мэра. Законно или незаконно был поднят тариф, ответить может только суд. Впрочем, о целесообразности решения. Красноречиво говорят вчерашние события. Полиция вместе с прокуратурой поймали на взятки директора коммунального транспортного предприятия, которое, собственно, и занимается перевозкой пассажиров. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсон. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Операция «Провокация». В СБУ рассказали, кто планирует расшатать ситуацию в Киеве к годовщине Майдана. Подготовка к Мюнхену. Чего ждать Украине от конференции по безопасности? О возможных провокациях со стороны России предупреждают в СБУ. По информации спецслужб, страна-агрессор готовит три насильственных сценария к годовщине революции достоинства. В ближайшие дни в Киеве планируется около 18 массовых мероприятий, и силовики призывают украинцев быть бдительными. Также просят проверить информацию, которую публикуют в соцсетях. Правоохранители сообщают, в последнее время в интернете активизировалась российская агентура. Появилось немало новых групп, которые, прикрываясь названиями «Мы патриоты» и «Третий Майдан», провоцируют украинцев и дестабилизируют ситуацию в стране. Вместе с этим в СБУ признают, их разоблачают, но ликвидировать не могут. Мешает, по словам силовиков, свобода слова. В зоне АТО за сутки более полусотни обстрела. Со стороны боевиков. Наемники продолжают нарушать режим тишины, используя минометы и гранатометы. В районе Авдеевской промзоны украинским военным не дают покоя танки противника. Подробности расскажет Ярослав Кречко. Посеченные осколками деревья и разбитое здание. Вот так сейчас выглядит Авдеевская промзона. Вот за первыми деревьями, метр пятьдесят, начинаются наши оппоненты. Идеологические. Уроженец Крыма Роман показывает, откуда стреляют боевики. И с улыбкой рассказывает одну из крайних фронтовых историй. Пришли, это самая серия, успокоились, чай. Слышали, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну это значит, что овец стреляет. В стену такой уж голодный. С утра и до обеда в промзоне относительное затишье. Боевики уже несколько дней подряд огонь открывают, как только стемнеет. Так тут уже точно не походишь. Сейчас мы прошли. Ихние гранатометники працуют. Ну и постельная стрелка дня. Наемникам-провокаторам, которые отсюда в нескольких десятках метров, украинские военные уже и кличку придумали. Провокую тем, что наносят одиночные пострелы. Тем мы их прозвали «шелпунчиками». Тем, что бьет непонятно куда. Еще больше достают бойцов в промзоне вражеские гранатометчики. И танки, которые бьют из-под ясиноватской развязки. Уезжает танчик и работает по нам. И сразу уезжает. Пять минут попрацевал и уходит. Затем начинает темнити с трех часов. И на целом ночь работает СПГ, РПГ. Ну, очень прицельно бьют. И ночью работает. Не боится вылазить. Видно и выходы. Ну, ответственно не даем. Но в случае обострения военные 72-й бригады готовы снова дать достойный отпор боевикам. Как это было во время атак наемников в начале февраля. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Сегодня в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Дарка Алифер, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы, на своей странице в Фейсбук сообщила. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Украинская сторона продолжает настаивать на том, что без полного прекращения огня и вывода войск с украинских территорий, разговоры о присвоении отдельным районам Донбасса особого статуса не имеют значения. А к процессу обмена пленными планируют привлечь мониторинговую миссию ООН по правам человека. Тем временем представитель ОБСЕ трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, сторонам удалось договориться об отводе тяжелого вооружения. Вот что он сказал. Почти 4 миллиона евро для беженцев с Донбасса выделили Германия и Италия. Деньги поступят в рамках Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. Организация планирует также поддержать людей, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины. Для этого предусмотрят 30 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку продовольства. Изыскать нужную сумму обещают до декабря 2017 года. Обострение ситуации на Донбассе будет обсуждать нормандская четверка на уровне министров иностранных дел. Павел Климкин вылетит в Германию из Вашингтона, где он сейчас находится с визитом. В американской столице дипломат сегодня выступил в библиотеке Конгресса, а также провел встречи в Пентагоне и Белом доме. Павел Климкин подтвердил подробностям, что встреча нормандской четверки состоится в эту субботу. На ней украинский министр поднимет два вопроса о ситуации на фронте и конкретных шагах по обеспечению безопасности и о том, что нужно сделать для освобождения заложников. Кроме того, в рамках Милкинской конференции по безопасности много двухсторонних встреч будет и у президента. В интервью «Голосу Америки» Павел Климкин даже упомянул о возможности переговоров Петра Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пентсом. Что касается настроений в Вашингтоне, то министр заявил, что Украина готова дать практические предложения администрации Трампа и ждет таких же практических шагов в помощь Украине. Германия готовится принять крупнейших мировых политиков. Там пройдут сразу два международных саммита. Кого ждут для переговоров и что будут обсуждать, знает Татьяна Лугунова. Сначала Бонн, потом Мюнхен. Германия готовится принимать сразу два международных саммита. Завтра в Бонне ждут главных дипломатов стран большой двадцатки. А уже в пятницу в Мюнхене на конференцию по вопросам безопасности соберутся президенты, премьеры, министры иностранных дел и обороны, депутаты, военные эксперты и стратеги из разных стран мира. События, участники и города разные, но темы одинаковые. Актуальные мировые проблемы будут обсуждать как в Бонне, так и в Мюнхене. Министры иностранных дел двадцатки познакомятся с новым главным дипломатом Германии Зигмаром Габриэлем и представителем новой американской администрации. В Бонне ждут госсекретаря Рекса Тиллерсона. Обсудят отношения с Соединенными Штатами, странами Африки и борьбу с глобальным потеплением. А уже в пятницу часть дипломатов переедут в Мюнхен. Повестка дня конференции по вопросам безопасности намного шире. Ситуация на востоке Украины, санкции против России, Брекзит, борьба против ИГИЛ. В столице Баварии ждут полтысячи гостей, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Толтенберг, вице-президент США Майк Пенс, президент Европейского совета Дональд Туск. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко. В рамках конференции по вопросам безопасности состоится и встреча нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Изначально ее планировали провести в Бонне, но затем перенесли в Мюнхен. Главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России встретятся в эту субботу. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Украина остается надежным союзником НАТО и Альянс не прекратит отстаивать нашу территориальную целостность. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Толтенберг на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Говорили также о сотрудничестве с новой администрацией Трампа и борьбе с терроризмом. С подробностями Алексей Пшемызский. Усиление обороноспособности НАТО в Европе, борьба с терроризмом и сотрудничество с новой администрацией президента США. Ключевые темы встречи министров обороны, членов НАТО в Брюсселе. С нескрываемым волнением здесь ожидали и визита нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ведь еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал Североатлантический альянс, заявляя, что НАТО уже давно себя изжило. Однако выступление нового министра обороны США оказалось весьма однозначным. Альянс остается краеугольным камнем для системы безопасности Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества. Мы вместе. И президент Трамп уже неоднократно высказывал свою поддержку НАТО. Генсех альянса также заявил о необходимости увеличения оборонных расходов. Напомню, только за прошлый год они уже выросли на рекордное 10 миллиардов долларов. Договорились и о развертывании сил быстрого реагирования в странах Балтии, где всерьез обеспокоены предстоящими российскими учениями Запад-2017. Говоря об Украине, Йенс Толтенберг прокомментировал и недавно появившиеся результаты опроса, показавшего, что якобы треть украинцев считает НАТО угрозой. Украина – партнер НАТО, и за последние годы мы укрепили наше сотрудничество. НАТО оказывает политическую и материальную поддержку Украине. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и реализацию минских соглашений. И продолжим сотрудничать. Однако Украина – это демократическое общество, где у людей разные мнения относительно НАТО. И это предмет публичных демократических дискуссий. Сегодняшние встречи проходят на фоне новостей о том, что Россия впервые со времен Холодной войны начала развертывание ядерных ракет, нарушение международных договоров. Вероятно, именно эта тема станет ключевой на предстоящей встрече Йенса Столтенберга с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, которая пройдет уже послезавтра на Мюнхенской конференции по безопасности. Там же они планируют обсудить и ситуацию на востоке Украины. В Мюнхене также запланирована и встреча генсека НАТО с президентом Украины. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Гермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма к Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого Дона Дома Шон Спайсер. Ранее, напомню, Трамп завуалированно обвинил своего предшественника в том, что он допустил аннексию полуострова. У себя в Твиттере американский президент написал, Россия отобрала Крым у Украины при Обаме. И задался вопросом, а не был ли Барак слишком мягок к России. В России такое заявление вызвало негативную реакцию. Крым отдавать Украине Москва не собирается, заявили в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на предложение Трампа ответила, что Крым якобы является территорией РФ, а отдавать свои земли не пристало. Тем временем, Дональд Трамп обвинил американскую разведку в сливе информации изданием New York Times и Washington Post. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. По словам Трампа, цитирую, «То, что разведслужбы словно конфетки незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски». Конец цитаты. Кроме того, сообщения о своих российских связях Трамп назвал бессмысленными. По его мнению, подобное обвинение – попытка скрыть ошибки в ходе избирательной кампании Клинтон. Визит года. Президент США и премьер Великобритании воплощают в жизнь намерение установить, как они сами говорят, особые отношения между странами. Трамп уже собирается с ответным визитом в Лондон, хотя далеко не все британцы этому рады. Есть ли место романтики в большой политике и во сколько королевству обойдется приезд высокого гостя? Светлана Чернецкая из Лондона. Если бы премьером Великобритании был мужчина, телефонный разговор между двумя лидерами вряд ли удостоили бы такого внимания. Но, Тереза, моя женщина, это был день Святого Валентина. И все хорошо помнят, как мило они с Трампом держались за руки в Белом доме всего три недели назад. А еще все время повторяли как мантру особые отношения между Великобританией и США. Впрочем, вряд ли стоит искать романтику в звонке американского президента. Ведь он раздался всего через несколько часов после решения британского правительства не отменять официальный визит Трампа в Соединенное Королевство. Отозвать приглашение призывали почти 2 миллиона человек. Они подписали соответствующую петицию. Людей возмутили первые указы нового лидера США. В понедельник эту же петицию будут рассматривать в парламенте. Но, скорее всего, ответный визит Трампа состоится уже в июне. И глава Белого дома станет поистине дорогим гостем. Скотланд-Ярд уже подсчитывает, сколько придется потратить на то, чтобы пребывание Трампа в Британии прошло без эксцессов. Ведь неоднозначная политика американского лидера не единожды выводила на улицы тысячи британцев. И очередных протестов во время его визита не избежать. Очевидно, это будет довольно большая операция. У нас три главные задачи. Первая – обеспечить безопасность гостя. Вторая – нашего правительства. И третья – сделать все возможное, чтобы не допустить общественных беспорядков. В зависимости от условия, к примеру, места встречи, для этого понадобится не менее миллиона фунтов. Из-за публичного неодобрения в Соединенном Королевстве рассматривают варианты переноса визита из Лондона. К примеру, в соседней Бирминге. Или еще дальше – в Шотландию. Эта часть страны особо близка Трампу. Там родилась его мать. Королева сможет принять президента в своей летней резиденции Балмара. К тому же в Шотландии миллиардер владеет роскошным полем для гольфа. Но главное – чем дальше от Лондона, тем меньше протестов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Какая судьба ждет драгоценности бывшей первой леди Филиппин? Какая находка поразила китайских археологов? И почему СМИ снова заговорили о самом красивом преступнике США? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Нападающий в доме. Испанская полиция допросила легендарного аргентинского футболиста, экс-нападающего футбольного клуба «Наполе» Диего Марадону по поводу возможного нападения на свою девушку. Инцидент случился в Мадриде. Подруга Марадоны, Россио Алива, позвонила на ресепшн отеля, где остановилась пара, и заявила, что ее возлюбленный напал на нее. Работники гостиницы вызвали полицию и скорую. Позже, в ходе допроса, девушка объяснила, между ней и экс-футболистом произошла нешуточная ссора. Официальное заявление Россио не подавала, а от медосмотра отказалась. Бывшая первая леди Филиппин лишилась прав на свои драгоценности. Верховный суд страны постановил, и Мельда Маркос приобрела дорогие украшения незаконным способом. Бывший глава островного государства Фердинанд Маркос не мог позволить себе подобное на зарплату государственного служащего. Речь идет о драгоценностях, которые остались в президентском дворце и были провозглашены имуществом государства после революции 1986 года и бегства семейства Маркос за пределы Филиппин. Ювелирные украшения Маркос общей стоимостью 21 миллион долларов государство выставит на торги. В Китае обнаружили окаменелости беременного сородича динозавра. В скелете рептилии, которая 250 миллионов лет назад жила на юге Китая, были найдены остатки детеныша. Изначально ученые думали, что взрослое животное съело более мелкое. Однако дальнейший анализ показал, что это был нерожденный диноцефалозавр. Исследователи утверждают, это открытие – настоящая революция в научном мире. Раньше считалось, что предки динозавров не способны рожать, а могут только откладывать яйца. Прорыв плотины – свадьбе не помеха. Пара, которая была вынуждена покинуть родной город из-за затопления, поженилась в Каливарнийском центре эвакуации в Плейстере. Генри Руэйда и Лиотта Литке хотели отпраздновать свадьбу в День Святого Валентина. Молодые уже позвали гостей и запланировали праздничный ужин. Но из-за трещины в самой высокой плотине в США вместе с сотнями других людей были вынуждены покинуть дом. Около 300 человек объединились, чтобы устроить свадьбу для влюбленных. Для них даже нашли свадебные наряды и испекли праздничный торт. Самый красивый преступник принял участие в Нью-Йоркской неделе моды. Джереми Микс демонстрировал на подиуме наряды немецкого бренда «Филипп Плейн». Джереми задержали в 2014-м за незаконное хранение оружия, и он сразу же стал звездой интернета. Его снимок опубликовала в Фейсбук полиция города Стоктон, после чего пользователи сети стали делиться этой фотографией и высказывать восхищение красотой молодого преступника. Микс решил исправиться и посвятить себя модельному бизнесу. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностью.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова